Нормативная неопределенность создает препятствия для криптовалютных стартапов, которые борются за выход из серой зоны. Уоллстрит Джорнал сообщает, что множество нерегулируемых стартапов, занимающихся криптовалютой, пытаются получить брокерскую лицензию, но СЭК и Финра не стремятся дать им зеленый свет. Эта нормативная неопределенность отрицательно сказывается на работе для тех стартапов, которые хотят сделать это правильно. Нет лицензии брокерская лицензия очень заманчива для криптовалютных стартапов, поскольку позволяет им предлагать ценные бумаги своим инвесторам. В начале 2018 года, сразу после того, как биткои достиг своей текущей ад, СЭК выразила обеспокоенность по поводу широко распространенного мошенничества на рынке криптовалют, которая, по сути, гарантировала, что новые приложения будут мертвыми по прибытии. Сохранность цифровых активов, по-видимому, является главной проблемой СЭК, председатель СЭК Джей Клейтон недавно заявил, что такое хранение чрезвычайно важно для инвесторов. Регуляторный паралич Этот вид регулятивного паралича наносит ущерб блокчейн промышленности в США, два члена комиссии СЭК недавно опубликовали долгожданное руководство по цифровым активам, но они еще не стало официальным решением. Как сообщает YouToday, американский наблюдатель недавно подал в суд на КИК за то, что он собрал более 100 миллионов долларов через незаконную Кинэйко, по словам КИК, это создает опасный прецедент для всей криптоиндустрии. Установка в, как указывает Wall Street Journal, криптовалюты старой школы были направлены на свержение традиционной финансовой индустрии. Тем не менее, это отношение резко изменилось за последние несколько лет, и теперь крипто-стартапы хотят вписаться в регулируемые фирмы Wall Street. Мы не хотим приходить и что-то делать, и извиняться позже. Мы хотим сделать. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...